здравствуйте друзья 15 июня получил отчет вот женщина пишет могу поделиться можете поделиться на вебинаре я решил отдельный фильм снять к сожалению не могу смотреть каждый понедельник много работы вот на компьютере так 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 короче говоря написала про писала просто метод выращивания ваши кости добилась стопроцентной схожести зато сниму вам видео и фото можете поделиться на вебинаре а то пишут и 75 зашли это называю рукожопство заинтриговал итак смотрим да еще знаете что каванакова светлана алтайский край барнаул я не знаю не уполномочен давать ее данные или все все данные не все данные в общем поехали валерий константинович доброго дня я вам решила снять небольшое видео обзор ознакомительный и потом скину фотографии и расскажу немного о своем методе укоренения ваших косточек которые у меня получается скажем но не на сто процентов но процентов 90 укореняются точно беспроблематично вообще так давайте будем снимать видео давайте так это я понимаю фотография еще один ролик это город барнаул точнее пригород города барнаула паха лесная поляна нас небольшой частный семейный питомник история которого началась когда-то 17 лет назад вот это передома мы плетем вот такие ивовые деревья выращиваем еще его американку литовку плетем деревья укореняем под заказ этого придомовая территория наша тема шерсть ушки кустарники декоративные то есть любой человек может приехать посмотреть выбрать все что ему нравится моему укореним вырастим и продадим вот здесь у меня даже растет шелковица штаммовая неплохо зимой дно укрываем естественные сейчас уже на вот такая и уже выходят цветочки ягодки скоро будет вот они цветочки идем дальше добро пожаловать здесь наша банька декоративные колодец фигурки цветочки вот такая декоративная мельница которая достаточно функционально когда ветер она крутится вот тут у нас палисадник как я его называю здесь очень много декоративных растений гортензии очень много роз пока еще к сожалению ничего практически не цветет вот там курильский чай белый желтый курильский чай вот здесь тоже все розы сортовые которые мы тоже черенкуем флоксы все растения вот розы которые готовы к продаже в горшочках все подписано очень много пионов сейчас скоро все распустится мерикария интересное вот такое вот растение как хвойничек смотрится цветет кстати очень красиво есть у меня даже вот такая карликовая сирень тоже в цветочках больше она не вырастает вот сантиметров 70 такая есть после причем не дает можно любое понравившееся растение выбрать и продадим вот это яблони здесь пошли уже у меня плодовые деревья малина крыжовничек в этом году участок немного почистили старые кое-какие кусты убрали будем рассаживать новые сорта на продажу вот здесь кстати вот вот они все растюхи которые не проданные остались с весны осенью надеюсь все продадим вот тут декоративка в основном вся осталась знаете на секунду остановил это же невероятно это 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 вам не южная с дороги или с этих с рынков вот я очень уважаю в данном случае Светлану Васильевну и решил так дам-ка я полный ее адрес продает вот наверняка она не обидел а я вот что придумал даю полный адрес так а потом пошлю ей первый этот фильм даст добро значит фильм этот выйдет вместе с ее адресом колончакова Светлана Васильевна вот телефон 8 923 643 85 46 Алтайский край город Барнаул поселок Лесной улица 25 переулок дом 13 индекс 656 902 но я думаю лишним не будет все таки согласитесь я еще раз говорил говорю и буду сто раз говорить одно и то же сто раз что мы вместе со Светланой Васильевной колонаковой и еще сотнями хорошо бы несколькими тысячи бы ЛПХ вытеснить всю эту импортную заразу которая из миллионов вы представляете я железо Валерий Константинович который больше знает всех во всей России о любительском садоводстве ну так сложилось вот я не знаю ни одного случая когда дошло до плодношения дерево из Италии Испании Сербии Голландии Молдавии вот Таджикистана Узбекистана Кыргызстана Казахстана не знаю понимаете знаете как привозят в Казахстан саженцы везут опять же с западной южной Европы а выдают за российские я гадаю гадаю я железо извините у меня это прорвало я гадаю гадаю где у нас в России персиковые сады где где у нас в России черешневые сады это какой сад надо иметь чтобы нарезать черенков которые естественно через несколько лет после этого умрет и так каждый год ладно извините наболело вот Светлана Васильевна продолжаем мы заходим в нашу тепличку в теплице мы овощи не выращиваем теплица нам нужна с дочерью мы с дочерью занимаемся как раз для укоренения растений вот вчера начеренковали тутылю хакура нишинки карликовая мацудана все это стоит черенкуется также тут есть растения которые с весны не пошли в рост то есть мы их тоже заносим в теплицу здесь всегда влажно и всегда тепло и все прорастает если хорошо присмотреться сейчас то вот они малина которая была сухая вот на ней пошли почечки все оживает вот почечка какая-то вот снизу почечка если тут не пойдет значит ну застригем от корня пошла прекрасно вот и вот они горшки то есть мы высадили косточки высаживаем практически на поверхность горшка слегка слегка присыпая землей и оставляем в теплице чтобы была стабильная жаркая и влажная среда сильно перевлажнять тоже не надо вот именно чтобы просто влажно было в воздухе горшки не должны быть постоянно сырые чтобы в воздухе было именно влажно и жарко и вот они которые сразу ну это которые дольше вот те которые вынесли на улицу я вам показывала они буквально через 5 дней уже сходят вот единицы которые остались из всей партии которую мы у вас брали ну вот если посчитать объем я по моему брала 150 по моему абрикосов и 40 персиков вот так где-то то есть вот из 200 вот этот объем только остался те которые сразу не пошли и то сейчас если мы начнем смотреть внимательно вот он он красавчик так он все равно проклюнулся думаю что и эти тоже у нас все пойдут сливу корни собственную мы тоже сажаем вот здесь терн но терн был посажен позже гораздо терн мы сажали неделю назад буквально в конце мая уже делали в начале июня но тоже вот начинает сходить вон там внизу сегодня видела вот начал сходить тоже терн вот здесь вот слива так все слива 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 слева тоже посаженная тоже начинает сходить вот она пожалуйста красотка вот один вон второй вон третий вот четвертый вот начинает сходить тоже сливка ну вот вверху то лучше чем внизу внизу хуже сходит там солнышко побольше наверное все таки вот как бы ну если сажать правильно если сделана правильно стратификация косточек если посадить буквально на поверхность земли оставить в теплице горшок хоть на улицу я считаю посадить на высокую грядку и накрыть какой-нибудь темной бутылкой это место где именно находится эта косточка ну не знаю мне кажется абрикосы настолько благодарная культура настолько у них хорошая всхожесть я вот персики первый раз брала я вот на персики не надеялась потому что все таки оболочка более плотная такая скажем неподатливая но тем не менее вот они все 40 штук 20 и 20 тоже все взошло не знаю как так у людей по 70 штук берут и из 75 сходят почему я и говорю ну рукожопства никто не отменял вот вот тут смотрите какая клубничка вот эта полевая тут у меня растет ой как мы ее любим ой какая красота ну это же прям чудо так ну что не любите длинные фирмы самое главное вы услышали технология схожесть результат итак колонакова Светлана Васильевна вот дай вам бог мы с вами теперь кто торгаши вот из племени этих самых торговцев значит я вам желаю самое главное покупателей покупателей у вас отборная продукция вы настоящая сад настоящий вот давайте тут у нас еще есть один фильм а есть еще о чем поговорить возможно это будет еще один фильм но я еще не уверен что вы Светлана отдали мне право озвучить ваши именно данные вашего вашего адрес не все на это способны поэтому я отправляю вам на проверку и в случае даете добро выставляю на всеобщее обозрение что не что не я не 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 Продолжение следует...